Первые студенты сверхсекретного факультета Томского политеха приступили к занятиям в сентябре 1950-го. Будущих инженеров для Сибирского химического комбината и других предприятий Атомпрома набирали из самых сильных абитуриентов. Из них вышли ректоры российских вузов, академики, ведущие инженеры и директора предприятий ядерно-энергетического комплекса страны. За 70 лет 9 тысяч специалистов. Установление ядерного образования у нас проходило в режиме подвига. Следует понять, что именно те люди, те ученые, те инженеры, которые в то время кривали ядерный щит державы, именно они и участвовали в старте становления ядерного образования. Именно в Томском политехническом появился первый в СССР ускоритель электронов «Бетатрон» и новое научное направление по созданию ускорительной техники. Брендом вуза является исследовательский ядерный реактор. Запущенный в 1967 году, он и по сей день остается единственным вузовским реактором за Уралом. Студенты и аспиранты выполняют здесь научно-исследовательские проекты под руководством действующих ученых, авторов технологий, над которыми сегодня работает весь мир. В сфере технологий было бы интересно как раз изменять какие-либо конструктивные решения. На данный момент пробуют их погружать под глубину, под землю. Какие-либо различные заменять вещества для охлажения реакторов было бы интересно. «Физтех» находится в тесном контакте с СХК все 70 лет. Так, научный коллектив УЗА получил государственную премию СССР за разработку ряда технологий и аппаратов для производства гексапторида урана, полуфабриката для создания ядерного топлива. Эти научные идеи реализованы на сублиматном заводе СХК. «Разработки физико-техников, они достаточно востребованы во многих областях, потому что мы сегодня развиваем не только традиционные направления, связанные с ядерной энергетикой, но и также направления, которые сейчас имеют большую перспективу. Это радиационные технологии, это плазменные технологии, изменение свойств материалов и, конечно же, это ядерная медицина». На базе исследовательского реактора ТПУ получают диагностический изотоптик НЕЦ-99М. Здесь же действует единственное в России производство радиоактивного фосфора-32. Это один из ведущих в России центров создания радиофармпрепаратов. «Если даже на одну минуту представить, что мы оказались без синтеграфического исследования, без успехов в таких областях, как нейтронная терапия, интероперационная лучевая терапия, то результаты лечения онкологических больных будут на порядок ниже. Если это всё убрать, то уберите правую руку, левую руку хирургам, и они останутся практически ни с чем. А самое главное, вы знаете, сегодня невозможно без ядерной медицины оценить эффективность лечения наших пациентов». Счёт таких обследований идёт на миллионы. И каждый случай раннего выявления заболевания – это спасённая жизнь. В руках атомщиков сегодня и будущее мировой энергетики. «Когда я в 1986 году заканчивал физико-технический факультет, то, наверное, моя мечта тогда была работать на СХК, где работали мои родители в это время. И я, наверное, представить не мог, что со временем, по сути дела, атомная энергетика получит новое развитие. В течение столетия, скорее всего, нам придётся жить в другой парадигме. И парадигма эта связана с нарастающим объёмом производства электроэнергии на быстрых реакторах. Быстрые реакторы позволяют во многом увеличить базу топливную на десятки тысяч лет. На СХК в Северске создаётся первый опытный демонстрационный энергокомплекс, который как раз в опытном и даже в промышленном масштабе позволит показать возможности замкнутого ядерного топливного цикла». Проект «Прорыв» – это труд более полутора тысяч специалистов из 30-ти отраслевых НИИ и организаций Российской Академии Наук. На площадке опытного демонстрационного энергокомплекса в Северске уже построено здание модуля по производству нитридного уранплутониевого топлива. Идёт монтаж технологических линий. Проект строительства реакторной установки Брест получил одобрение главком экспертизы. Заканчивается этап лицензирования. На площадке ОДЭК ведутся подготовительные работы к сооружению реактора. Большинство инженеров и руководителей для атомного проекта номер два – также выпускники ТПУ.